Друзья, сегодня мне прислали из АСТ, и Неля, наша литературный агент Зарипова, которая меня познакомила с АСТ, тоже прислала, что книга наша вышла. Вышла, и они мне прислали несколько иллюстраций из этой книги, ну и обложку, конечно, и несколько иллюстраций, ну потрясающие, поэтому я так благодарен, во-первых, АСТ, Неле Зариповой, да-да-да, и вообще вам, участники школы Человек-ходящего, Homo Futurus, потому что там есть и ваши тоже имена, и ваши тоже приёмы на базе метода ключ, ваши варианты. И мы вместе создаём науку человечности и развиваем технологию ключа. Вот поэтому у меня радостное событие, я надеюсь, вы со мной разделите мою радость. Делись радостью, и всё у тебя будет хорошо. Какой афоризм чудесный. Потому что обычно люди делятся горем, вот ко мне часто звонят, помощь нужна. Ну и я показываю ключевое дыхание, потом показываю волну нашу знаменитую, и через 15 бедут человек преображается. А я говорю, а почему ты раньше не сделал? Я, говорит, много смотрю ваших роликов, там, говорит, невозможно понять, с чего начать и с чем закончить, потому что очень много роликов. Ну и естественно, почему так получается много роликов? Ну я пример приведу. Вот я в прошлый раз, например, написал и сказал о просьбе, кто болел с жертушкой в детстве, пожалуйста, напишите мне в WhatsApp в личку или в Facebook. Нет, не в Facebook, а в этот Skype. Я задам несколько вопросов и, не озвучивая ничьих фамилий, просто делаю статистику. Мне нужно понять, как жизнь в целом прошла, были ли другие болезни сопряжённые или нет, и сделать выводы кое-какие с вами, со всеми, поделиться, не называя никого. И мне опять пишут, где взять ваш WhatsApp. Ну как же, как же, вот почему много роликов. Потому что эту простую вещь, мой WhatsApp. Постоянно же мы говорим об этом в роликах разных. О том, что наш WhatsApp и все контакты находятся в ссылке в описании под видео. Пожалуйста, смотрите описание, и там все контакты. Но я же это повторяю ежедневно, а всё равно написали. А где взять ваш WhatsApp? А как же я мог одним роликом выдать метод? Ну вы понимаете мою мысль, да? Невозможно двумя словами даже это объяснить, где что находится. Потому что много людей, люди разные, люди по-разному заточены на те или иные вопросы. У кого что болит, то тот и смотрит. Ту часть, а не ту, которая вообще. Поэтому у нас сознание такое сегментарное эмоционально сужается, да, и по разным другим причинам, мотивации там и так далее. И поэтому я много, конечно, роликов, конечно, но как же можно за один раз, за пять минут или даже за сорок минут выдать простую вещь. Например, например, как ездить на велосипеде? Если кто за сорок минут расскажет, чтобы кто-то мог научиться с нуля и поехать и ни разу не упасть, я снимаю шляпу. Если это возможно. Ну потому что люди разные, потому что не только от учителя зависит, еще и от ученика зависит. И от того, какое у него настроение и учителя, и у ученика, и какая сегодня погода, от всего зависит. Это же процесс творчества. Дать совет, понять совет, реализовать совет. Так, как тебе было удобно, и в то же время в правильном исполнении. Ну это очень сложный вопрос, и поэтому я всю жизнь бьюсь над тем, чтобы понятно говорить. А ведь я вот говорю и непроизвольно вот так делаю. Я об этом уже рассказывал, и вам еще раз расскажу, кто новичок, кто не знает почему. Человек помогает себе думать повторяемыми движениями, которые снимают лишнее напряжение. Когда он напрягается и думает о чем-то, чтобы не зависало, как в компьютере. Он таким образом непроизвольно освобождается от лишнего напряжения, оставляя поток мыслей свободными. Да, да, да. И вот об этом ролике наше, о том, как выходить на волну, как выходить на ключевое дыхание, на минутное, которое сразу помогает. Я в прошлом ролике написал, почему помогает сразу. Потому что в этот момент вы не меняете своего дыхания, а дышите, как дышится. Только в ритме собственного дыхания, естественным образом, в течение одной минуты, прислушивайтесь, вдох у вас теплее или выдох. Я же написал и говорил об этом несколько раз. Не важно, что у вас теплее. Что дело не в этом, а дело в том, что вы прислушиваетесь и ищите тепло. Даже если вы не нашли, все равно, после того, как вы одну минуту так поделали, а это очень легко, потому что ритм менять не надо, дыхание, ничего не надо задерживать, ничего не надо фоксировать, ничего не надо делать. Надо просто думать, о чем думается, и время от времени прислушиваться в течение минуты. Это так легко. Вот тут мне написали в коменте. А я как сосредотачиваюсь на тепле, в носу, у меня раздражение растет. Ну, понятно, если так сильно сосредотачиваться, не надо. Я просто отвечаю на это. Не надо ничего делать с фанатизмом. А если растет напряжение, и тем более раздражимость растет, если вы прислушиваете степу, это говорит о том, что либо делайте неправильно, потому что по методу ключ надо делать все по критерию комфортности, чтобы было легко, естественно, приятно, поэтому к теплу прислушивайтесь, потому что поиск тепла – это поиск приятности, это поиск комфортности, а комфортность – это расслабление. Расслабление – это снятие зажатости, а снятие зажатости – это выход на свободу, а выход на свободу – это здоровье. А здоровье – это лучше понимаешь себя и все вокруг. Да, и поэтому ничего не надо делать через силу. Это очень простые вещи. Ключ потому прост, что он необыкновенно соответствует самой природе человека. Человек и сам это так делает иногда, инстинктивно. Вот так, как я сидел, вот так делал. А я обычно вот так сижу, иногда вот так делаю, когда разговариваю, долго говорю когда. Я вот так немножко, я потом это заметил. А на самом деле ведь повторяемые движения снимают напряжение, кто-то ногой качает, кто-то пальчиками сливит. А заика дирижирует себе, и речь у него становится свободней. Потому что ритмозадатчик. Друзья, книгу мне обещали прислать там авторские экземпляры через несколько дней. Я вам, конечно, ее сразу покажу. Это потрясающая книга, потому что такой книги еще врачей в мире не было, потому что она называется, вот старая книга у нас называется, которая уже бестселлер, которая вышла полтора года назад. Метод включат комнаты страха твоего мозга, и здесь заставь стресс работать на тебя. А новая книга называется «Новые приемы метода ключа». Белые стороны черной дыры страха. Как использовать страх, самую наивысшую напряженность такую, пик напряжения, ужас какой. Как использовать этот страх в собственных целях? В собственных целях, чтобы, как в Айкидо, перекидывать это напряжение на решение тех вопросов и задач, которые раньше вам казались вообще недоступными. И вы представляете, в один ролик, как я это могу рассказать? Поэтому очень много роликов. Потому что даже, повторяю, что все мои контакты есть в описании под роликами на этом YouTube-канале, и то мне приходится повторять. Потому что люди разные, и у всех свое внимание. Что значит описание под видео? Ну, видеоролик вышел, вот сейчас выйдет вот этот вот ролик. Под ним есть комменты и так далее. Ну, там есть под ним его описание этого ролика. Там написано, кто я такой, на чем основаны методы, на чем построено все это, что это все построено именно на ваших собственных личных инстинктивных реакциях. И там путь, как использовать личные инстинктивные реакции, которые снимают напряжение, как упражнение для того, чтобы обходиться без этого, чтобы все время, когда тебе нужно, сбрасывать лишнее напряжение в любом месте, в любое время, где бы ты ни находился. И поддерживать себе баланс. Это прекрасное состояние внутренней гармонии с самим собой и с миром. И вот так прекрасно получается, что даже жуткий страх, даже жуткую агрессию ты начинаешь довольно свободно, с пониманием, трансформировать гуманное отношение к людям. И, соответственно, какой вопрос, такой ответ. Бумеранг, как говорят. И, соответственно, когда вы обладаете такой харизмой доброты, харизмой сострадания, харизмой любви, харизмой сопереживания, вы как магнит становитесь. Да-да, вы становитесь. Да вы знаете это, что я вам рассказываю. Я просто для тех, кто не в курсе пока, чем мы тут на канале занимаемся. А вместе мы все создаем науку человечности. И метод ключ подбираешь в себе действия, синхронные именно тебе. И это помогает тебе снимать страхи в самый сложный момент жизни, в самый момент неопределенности, как быть, как быть. Используешь эту методику, сбрасываешь лишнее напряжение и начинаешь лучше себя чувствовать и понимать, что и как делать. И выходишь из любого тупика. Да-да, это многократно доказано. И поэтому, друзья, хотел сказать, как обычно говорят, подписывайтесь на канал. Кому не надо, не надо подписываться. До встречи. Ну, смотреть под этим роликом надо, чтобы вы могли найти контакты, как мне все-таки написать про желтушку. Очень интересная тема. Мне уже 4 человека написали. Я там написал дополнительные вопросы. Мне ответили. Скоро будет статистика. Я вам скажу об интересной закономерности, не называя фамилии. А в следующий раз будет еще интереснее. Я вам готовлю интересный материал. До встречи.